Приветствую вас, Ирина, и начнёт мне отчётность того, что вы правильно сделали, что отделили вопрос с сыном от всех остальных моментов, которые хотели бы обсудить. Со своей стороны, я буду действовать в таком заключении, то есть, я прочитал ваше письмо несколько раз, и, ну, чтобы не забыть каких-то деталей, и я пройдусь по тем моментам, которые вы откровенно спрашиваете, и по тем моментам, которые мне показались достойными того, чтобы их осветить, озвучить. Вот. Естественно, мне хотелось бы, чтобы вы понимали, что мною движет мне знания побольше вам всего рассказать, мною движет знания вам помочь. И поэтому, когда я всё это выделяю, мне бы хотелось, чтобы вы были уверены в том, что это действительно для вас важно. Соответственно, остаётся в силе мои слова о том, что если какие-то вопросы по ходу записи возникнут, то, соответственно, вы можете задавать вопрос, и ничего в этом такого не будет. Вот. Ну, в принципе, предисловие, значит, ясно. Предисловие, я думаю, нужно закончить. Скажу только ещё, что я очень рад, что вы оцениваете мою работу хорошо. Я рад, что помогаю вам, и хочется верить, что мы действительно с вами разберём все вопросы. Но вам только хочу вас предупредить, что вопросы всегда будут появляться новые. Цитирую в данном случае Аристотеля, который в конце своей жизни говорит, что я знаю, что ничего не знаю. Вот. Итак, начнём, значит, с первого момента, который вы отлучиваете. Этот момент касает вас отца. То есть вы спрашиваете, чья выгода, значит, вас или отца. Этот момент, где вы пишете, что любое отсутствие понимания материалов человека – нечто иное, как по своей сути не одна, не особенная, скрытая выгода этого человека. А знаете, в чём проблема? Проблема заключается в том, что нет такого обязательно, как скрытая выгода, на самом деле. Есть только лишь свои потребности в лечении. Вот неосознанные альмотивы, неосознанные смыслы. Это есть влечение. Вот влечение – это те желания человека, которые не представлены сознанием. По сути, дьявол. И этот момент, его необходимо осознавать. Выгода – это когда человек понимает, что ему нужно, что он хочет, и целенаправленно к этому идёт. А влечение – это когда человек совершает действия, направленные на достижение своих целей, но при этом он не осознаёт свои желания. Он не понимает, что им движет. Он как бы чувствует, что хочет чего-то достичь. Вот ваш отец, он хочет помочь. Мы говорим про вашего отца, не про вас. Он хочет помочь. И его желание помочь, оно представлено в сознании. Но действительно истинный мотив, истинное влечение не представлено в сознании. Потому что человек не осознаёт, что им движет – помогать другим людям, лучше своим близким. Именно не осознание, именно наличие влечения является основой для такого поведения. Поэтому говорить о том, что человек преследует именно выгоду, я бы не стал. Это не выгода. Это именно влечение. И естественным процессом в этой ситуации, в этом случае, является перенос влечения из неосознанного до осознанного. То есть превращение в влечения в желание. И когда человек понимает, чего он хочет, действительно, может быть, его поведение изменится. А может быть, он скажет – нет, это то, чего я всегда хотел, и мне всё нравится. То есть в данном случае нельзя говорить о выгоде как о целенаправленной деятельности. Следующий момент, который, ага, я уже выделил сам, это не является вопросом. Вы пишите, что раньше, вот когда вы начинаете говорить про то, что вы очень отзывчивые и часто помогаете людям. Вы пишите, что раньше вы не переживали, значит, вы не ценили себя и больше переживали для других. Теперь вы пишите, что настало время всегда переживать для себя и для семью. И далее надо сильно переживать. Вот вы знаете, вот эту фразу надо сильно переживать, она прям очень сильно бросала в глаза. Вы знаете, сильные переживания, вообще-то говоря, очень вредные. Переживания вообще вредные. Для психики, для тела, для нервной системы, для памяти, нервное переживание очень плохо влияет на память. Что есть переживание? Вот что есть вообще переживание? Переживание – это, по сути, забраться от своих ресурсов эмоциональных на абсолютно пустой объект. На абсолютно пустой объект. Почему? Потому что когда вы переживаете, вы ничего не делаете. Определенная мысль, определенные обстоятельства, которые у вас циркулируют в голове и сознания, да? Оно вызывает до вас чувство переживания. Но вы, по сути, в этот момент ничего не делаете. Вы не делаете ничего такого, что так или иначе могло бы вам решить проблему, которое вызывает у вас переживание. Которое вызывает у вас волнение. И по этому поводу, вот именно в комплекте переживаний, я бы сперед сказать так. Не нужно переживать. Нужно делать. Делать все от вас зависишее. И когда вы понимаете, что вы сделали все, что от вас требуется, тогда можно быть спокойным. Что вы сделали все, что от вас зависит. А если вы переживаете, значит, вы не уверены в том, что вы все сделали. Либо вы считаете, что должны больше сделать. И, соответственно, здесь требуется знализ, переработка тех аспектов, которые вы считаете, можно было сделать больше. И адекватно оценить, а могли ли вы действительно сделать больше или нет. И если могли, без вреда для себя и для окружающих, то, конечно, нужно это сделать. Если не могли, то успокойтесь. Успокойтесь и не надо тратить силы на переживание. Лучше потратить силы на внешность к родным, на внешность близким, на знаки внимания к сыну, к дочери, к мужу, к себе и так далее. И в этом конце я хочу привести пример, который иллюстрирует подход переживания. Подход, собственно говоря, к волнению. Подход к пониманию волнения, точнее говоря. Вот идет по улице студент или школьник. И волнуется, что его выберут к дочке. Отвути к дочке, отвечает. Ну, он прошел практику по гиста терапии. Он спрашивает себя. Я еще в школе? Нет. Меня вызвали к дочке? Нет. О чем волноваться? И он вас не волнуется. Подходит он к школе, ну, к данной школе. И начинает опять, чувствует опять волнение. Он задает себе тот же вопрос. Я в классе? Нет. Меня вызвали к дочке? Нет. И вот так на протяжении всего пути до своего класса, до парта, он задает себе этот вопрос. И в итоге он не волнуется. Дальше. Начинается урок, и преподаватель начинает читать список. Список, ну, учеников. И наш участник с вами, кто-то начинает переживать. Опять. Он спрашивает себе. Меня вызвали к дочке? Нет. Чего волноваться? И так далее. Ну, вот. Служается так, что его все-таки вызывали к дочке. Он встает, поднимается, испытывает опять волнение. И говорит. Я у дочки? Нет. И чего тогда волноваться? И вот так, постоянно спрашивая себя об этом, можно лишить обратных призываний и сэкономить свои силы для действительно позитивных, важных, правильных моментов и аспектов. Другой пример, который мне бы хотелось привести. Вот. Человек сидит вечером у камина, а за окном видит монстр, ну, чудовище. Жек боится этому чудовищу. Но давайте зададим себе вопрос. Чудовище где? Оно за окном. Если бы оно могло прорваться через окно, то мы бы его, естественно, должны были бояться. Но оно за окном. Оно не опасно. Оно нам ничего не сделает. Так чего же мы тогда боимся? Вопрос. Зададать себе этот вопрос, и тут же, здравствуй, волнение уйдет. Перенос вот этих вот переживаний, перенос эмоций из, как бы сказать, магических представлений, неосознаваемых в сферу рациональности, сферу рациональную, сферу мышления, сферу разума, помогает осознавать реальное объективное положение вещей и принимать решения, исходя из конкретных ситуаций. Например, вот в той же ситуации с монстром. Он попал, этот монстр, допустим, уже к нам в комнату. У нас есть время бояться? Нет. У нас нет времени бояться. Нам нужно от него защищаться. Мы боимся, когда защищаемся? Нет. Мы осуществляем деятельность. Мы совершаем действие, чтобы защитить себя. Мы не боимся в этот момент. И также, вот именно по такой системе работают переживания. Точнее, правильное понимание своих переживаний. Поэтому, собственно говоря, переживать не стоит. Вот лишний раз переживать не нужно. И если вы чувствуете, что переживаете, спросите себя вообще, что вы можете сделать. Случилось ли то, по поводу чего вы переживаете с вами сейчас. И что вы можете сделать, чтобы это предупредить или нейтрализовать? Эти вопросы помогут вам, собственно говоря, нейтрализовать все лишние эмоциональные затраты. Далее, вы спрашиваете, значит, на основе чего выстраивается отношение с людьми. Ну, то есть, большой не в плане объема, а в плане обширности своей. На основе чего выстраиваются отношения с людьми. Вы знаете, с разными людьми отношения выстраиваются по-разному. Ну, вот, например, что людей объединяет? Вот, всегда. Что объединяет людей? Людей объединяет деятельность. То есть, вот, если человек взрослый, он что делает? Он работает, он отдыхает, он там занимается хобби. И вот в процессе работы человек знакомится с коллегами и с кем-то не сближается, да? И в процессе хобби человек тоже сближается. Когда человек маленький, он играет и в процессе игры сближается с другими людьми. Поскольку игра является более эмоционально вовлеченной деятельностью, то есть, когда человек играет, он представляет себя кем-то. То есть, соответственно, здесь, именно в игре, люди сближаются быстрее. Поэтому принято считать, что дети лучше находят друзей, чем взрослые. Ну, это, конечно, отчасти так, как мы понимаем. Потому что все-таки все упирается и в детскую наивность, и в заверчивость, и в первичность переживания и прочее. Но деятельность, именно она, деятельность является основой для любых отношений. Если говорить о том, что, значит, вот вы говорили, что раньше вы помогали, как бы, деньгами людям, они к вам обращались за помощь, и, типа так, у вас были с ними отношения. Сейчас вы говорите о моральной поддержке, и нужно сказать здесь обязательно так, что те, кто раньше получал от вас поддержку материальную, при прекращении оказывания такого типа поддержки, Эта descend centimeter может от вас отвернуться может от вас от вас отвернуться. А мне будет считать, что вы им перестали магнически помогать, потому что не хотите больше оказывать им материальную поддержку, и ваши изменения, которые с вами случились И ваши ориентиры на моральную поддержку Они будут справедливы для людей новых Которыми вы будете устраивать отношения Вы устраивать отношения на основе общих интересов На основе общих взглядов, общих увлечений На основе общих-общих мнений по каким-то вопросам Может быть вам человеку будет просто комфортно общаться То есть вот бывает так, что начинаешь всякому говорить И понимаешь, что тебе приятно его слушать Ему приятно тебя слушать И в общем-то общаться хорошо И вы в этом случае с ним не друзья Вы в этом случае с ним не подруги Не какие-то там знакомые Просто к вам просто хорошо вместе поговорят Дальше, когда возникает помощь Нужна помощь человека Вот вы общаетесь какое-то время с людьми Да, вы с ним общаетесь, общаетесь, общаетесь А потом внезапно появляется потребность в помощи И вот если человек попросил вас о помощи в критический для себя момент То есть так он обычно помощь у вас не просит Ну вот у него произошла какая-то критическая ситуация Он помощи попросил Вы ему помогли Он вам благодарен И он ведет себя с вами так же, как раньше То есть и в его поведении после помощи ничего не изменилось Такой человек хороший С ним можно и мгучно выстраивать отношения Он надежный Он грамотно оценивает то Что вы для него представляете и значите И что он для вас представляет и значит Такой человек не будет вами пользоваться Такой человек не будет вас использовать И то на основе чего вы выстроили отношения На основе соприкосновения в каких-то сферах В каких-то моментах В каких-то направлениях деятельности Двух равноправных независимых партнеров Вы будете дальше поддерживать взаимосвязь На том уровне, которым обеспечиваются Который обеспечивается вашим взаимным отношением Интересным, желаниями и временем Но если человек после оказания его помощи Начинает вас просить вновь и вновь Помоться ему Что такой человек вас использует Я думаю говорить об этом излишне И общаться с ним не нужно И помогать ему тоже не стоит Потому что этот человек Он просто-напросто пользуется вами При этом помощь ему может быть даже и не нужна Этот пример я привел просто для того Чтобы вы на всякий случай поняли Что бывают такие люди Которые могут вам пользоваться Под благовидным предлогом Он каждый раз придумывается новые и новые обстоятельства Для того, чтобы получить от вас какую-то помощь Но после двух-трех раз это уже совершенно очевидно Что такой человек так и будет приглашать Обратить вашу помощь и общаться с ним не нужно На чем еще могут выстраиваться отношения с людьми На взаимной симпатии То есть вот В какой-то момент времени В какой-то момент В определенной ситуации Вы или он Показали себя С какой-то очень хорошей стороны То есть Была ситуация Ситуация критическая Ситуация неоднозначная Ситуация, в которой Нужен был поступок И вот Либо вы Удивляете человека тем Как вы поступаете Он просто восхищен вами У него к вам прям Уважение Очень большое Или Он У вас вызывает аналогичные чувства Аналогичные ощущения И вот Вы подходите к такому человеку Например И говорите Вы знаете Я так восхищена Вашим поступком Вы такой молодец Вот Скажите пожалуйста Как вы вот Так сделали Вы знаете Ваша позиция мне очень близка Но я Не решался Ее например Когда-либо проявить А вот вы проявили И я так вами горжусь Восхищаюсь И вот на этом у вас Завязывается сообщение На взаимном уважении То есть когда Вы видите Что человек достоин Того Чтобы с ним разговаривать То есть Какой-то деятельности У вас в данном случае Общий нет Но Случай Случай Произошел так Что вы Вот проникли К нему Большая симпатия Эта симпатия Естественно Не имеет ничего общего Ни с дружбой Ни с личными отношениями Это просто Общение с человеком Который вызывает У вас Например Уважение И так могут тоже Выстраиваться отношения Потому что Скажем В долгосрочной Перспективе Такие отношения Могут перерасти И в дружеские И в партнерские И Может быть дальше Очень хорошие Близкие Едва ли Не родственные Ну естественно Довольно редко Такое бывает Но тем не менее Вот То есть На это тоже Нужно обращать внимание Бывает так Что Вот в процессе Деятельности Вот вы Смотрите На людей Вокруг вас И видите Что вот кто-то Очень Очень хорошо Занимает Своей деятельностью Это не Трудоголик Какой-то Это не Там Самый Усердный Работник Это именно Человек Который Очень Профессионально Эффективно Осуществляет Свою Работу И вы Подходите К такому человеку Или он К вам Подходит При аналогичной Ситуации У вас И говорит Вы знаете Я вот За вами Наблюдаю Какое-то Время И вы Меня Так сильно Восхищаете Своим Подходом К работе Можем Я Ваш Буду С вами Советоваться Можем Я буду Обращаться К вам В случае Чего Если У меня Будут Какие-то Какие-то Трудности Вы говорите Советственно Да или Нет Соглашаются Или нет И на этой Основной У вас Также Могут Возникать Отношения С людьми То есть Тут Не совсем Конечно Равноправные Отношения Тут В большей Степени Отношения Наставник Ученик Но Тем не менее Ученик Могут Вырасти Ученик Могут Стать Полноценным Равноправным Партнером Для вас И он Благодаря Уважению К вам Если человек Нормальный Конечно Адекватный Он Станет вам Неплохим Подспорьем Помощником Может быть Даже Знакомым И недругом Надеюсь Я ответил На ваши вопросы В том Что касается Отношений Выстраивать Отношения На помощи Вот именно Чисто На помощи Чревато Тем Что Помощь Человека Унижают Ну вот Всегда Так было Вот помогаешь Кому-то Вроде бы Доброе дело Сделал Человеку Жизнь Облегчил А Смотрись Потом Он Как-то Относится К тебе Холодно То есть Вроде бы Поглагодарил Но При этом Держится Как-то Отстраненно И Вроде бы Ему Даже Неприятно Как Почему Так Потому Что Когда Помогаешь Кому-то Ты Себя Выше Ставишь И Это Не Является Целью В данном Случае Не Того Кто Помогает И Не Того Кому Помогает Но Фактор То есть Фактор Помощник Всегда Выше Спаситель Всегда Выше Спасаемого И Вот Этот момент Он Чреват Либо Тем Что Спасаемый Будет Зависим От Спасителя И Не Сможет Без него Сделать Какие-то Вещи Сам Осуществлять Свою Деятельность Либо Он Наоборот Будет Пытаться Избавиться Спасителя Чтобы Не Быть От Него Зависим То есть Как Видите Ситуация Складывается Так Что При Любом Раскладе Зависимые Вот Такие Отношения Они Собственно Говоря Обнованные На Вот Помощь Всегда Являются Незаправными И Соответственно Одну Из них Именно Из них Вряд ли Может Что-то Хорошее Получится Бывают Люди Благодарные Которые Относятся К Помощи С Пониманием То есть Ну вот Сегодня Я тебе Помог Да Завтра Ты мне Помог То есть Все Это Нормально Но Таких Людей Меньше Чем Хотелось Бы И Рисковать А Люди Могут Еще И На Все Завидовать Что Ну Вот Мне Помог Хорошо Живет Могу Больше Помочь И Так Далее Вот Ставить Себя Выше Других Ну Знаете Как Бывают Люди Которые Да Не Уверх В Себе Так Что На Помощи Отношения Лучше Не Ставить Тут Очень Легко Получить Заряд Негатив Свой Адрес Дальше Вы Спрашиваете Следующее Значит Помогает Ли Вам Директору Вот Вы Очень Много Задаете Вопрос И Просто Мне Надо Вам Ага Значит Ну Вообще Говоря Так Понимаем Совет Это Значит Помогать Или Нет Вы Знаете Не Помню Говорил Я В Предыщем Аудио Или Нет Я Не Даю Совет Давать Советы Не Профессионально Почему Потому Что Когда Я Говорю Вам Как Поступать Конкретно Я Принимаю Ответ За Вас И Это Не Является Хорошо Потому Что Я Не 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 А Тот Факт Что Я Я Я Психолог Не Даю Мне Права Решать За Вас Как Поступ Сказать Что В Э В Э В Э Ключе Но Я Не Буду Я Не Отвечу Вам На Вопрос Как Вам Быть Но Попробую Описать Ситуацию Лучше Поняли И Я Надеюсь Что Вы Примите Решение Я Уверю Увер Что Вы Примите Верное Решение Итак Значит Вы Много Времени Помогаете Директору Вы До него Очень много Делаете Это У вас Доходят Письма Отличаются Несколько Раз И Вы Сейчас Боитесь Значит Того Что От Э Помощи Страдают Ваши Близкие Люду Значит Что Я Вам Прочит Сказать По Этому Поводу В Помощи Любому Человеку Важен Личный Комфорт Вот Вы Делаете Ему Допустим Передачу И Спросите Себя Эта Передачка Она Вам Тяжело Дает Вы Как-то Ущемляете Себя Ущемляете Своих Детей Своего Мужа То есть Вот Самых Близких Людей Ущемляется Или Нет Если Нет Собожаете Делать Передачу Десять Деньги Вам Деньги Самые Нужны Вы Чувствуете Например Что Когда Помогаете Деньгами Вы Как-бы Унижаете Мужчина Этим Вы Хотели бы Эти деньги Получить Обратно Например Или Есть У вас Сомнение Что Эти деньги Будут Использованы Неправильно И так Далее Если Какие-то Негативные Эмоции По поводу Деньги Есть То Лучше Не Помогать Нужно Присвучиться К себе Продукт Ну Вообще Говоря Вот То Что касается Продуктов Здесь Момент Так Такой Продукт Это Самый Двоякий Элемент Помощ Потому Что С одной Стороны Продуктами Помощешь Легче Всего Но С другой Стороны Продукты Личные Ну То То Кто Присует Продукт Ну Только Родные Друзья Близкие И Когда Вы Присылаете Ему Продукты Вы Сами Себя Ставите На Позицию Позицию Близкого Человека Ему Позицию Друга Друга Да Позиция Друга Вот Мы С вами Говорили Да Что Он Как Друг Позиционирует Себя Ну Хорошо Как Помогает Друг Он Помогает Так Что Ничего Не Ждет Взамен В ответ Ничего Не Вы Опять Так Прислушитесь К себе И Спросите Себя Вы За Эту Помощь Только Честно Будьте Честны Честны Будьте Честны Сами С собой Вы За Эту Помощь Хотите Что Это Получить Вы Чувствуете Что Мужчина Вам Обязан Должен Что За То Что Вы Делаете Для Него Имени Вот Просто Сами Себя Спросите Мне Можно На Это Не Отвечать Вообще Никому На Это Можно Не Отвечать Вы Сами Себя Спросите Почему Почему Потому Что Сейчас Помощь Она Превратила Для Вас В Обязан Она Превратила Для Вас В Долг Почему Ага Потому Что Значит У Вас Уже Мама Его Неоднократно Просила О том Что Помощь Снучна Очень И Сестра Просит Помощь То есть Вы У вас Уже Как Бы Ну По сути Дела Аг Активно Так И Спользуют И Люди Забывают Уже О том Что В общем То Вы Только Лишь Помогаете Это От Доброй Воли И Не Боль Того А Они Уже На Вас Рассчитывают И Понимаете В чем Дело Рассчитывают На Другого Человека Человек Сам Слабеет Если Помогать Другому Если Помогать Другим То Чрезмерная Помощь Расслабляет Того Кому Помогать И Самое Главное Ты Уже Чувствуешь В результате Этой Помощи Себя Несвободны И Вот Это Плохо Помощь Нужно Прекращать Тогда Когда Вы Чувствуете Себя Будучи Субъектом Этой Помощи Несвободны Хоть Привязаться К нему Вы Не Привязывайтесь С С Потому Что Помощь Это Опять Таки Привязка Возможно В том Случше Если Вы Чего Тож Ждете Влюбиться В него Вы Если Влюбитесь То Только В Его Образ Который Сами Себе Нарисовали И Как Бы Все Точки Над И Будут Расставлены Только Когда Он Выйдет Вот Поэтому Решите Для себя Шаг Чувствуете Либо Несвободу Чувствуете Либо В игру С ответственностью Долг Который На вас Лежит Если Да Помочь Но Прекращать Помогать Прекращать Потому Что Долг У вас Есть Перед Красти Своими Родными И Его Наслужно В первую очередь Исполнять Это Ваши Обязанности А Обязанности И помогать Другим Людям У вас Нет Я думаю Что Это Понимает И Директор И Должны По-хорошему Понимать Его Родные Также Очень Важно Понаблюдать За Поведением Его Родных Если Они Откровенно Рассчитывают На Вашу Помощь Это Плохо Это Привычка Привычка Полагаться На Другого Человека А Полагаться На Семь На Самих И Не Важно Какие У них Обстоятельства Не Важно Какие У них Трудности Люди Решают Свои Проблемы Самы Да Можно Помочь Один Два Раза Но Не Постоянно Постоянно Помощь Ужить Никого Там Все Раз Ворованы И Так Далее И Так Далее Вы Знаете В чем Дело Опять Так Вы Его Селитесь Что Правда Ширка Хорошее Оно Не Для Мужчин И Если Вы Видите Что Человеку Сложно Человеку Плохо Человеку Нужна Помощь Одна Да Тогда Можно Помочь Если У него Прямо Критическая Ситуация Помогать Не Жалости Потому Потому Что Он Все Потерял Ну Вы Сами Соглашались С тем Что Он Сам Своим Поступком Своим Поведением Привем Себя К этому Привем Привем Значит Он Несет Ответственность За это А что Вы Делаете Вы Как бы Впрягаетесь За него В эту Ответственность Вы Как бы Несете Ее Ответственность Вместе С ним А это Несправедливо Даже Недот Несправедливо Это неправильно Есть Мужчина Взрослый Мужчина КП Строил Свою Действие На Определенных Основ Мы не будем Его судить Правильно Он Делали Отплатить То Вы Ее Уже Оплатили Но Подождите А Зачем Вы Считаете За помощь Обязательно Нужно Платить Отплачивать То есть Получается Любая Помощь За то На Того Чтобы Ее Как бы Возвращать А Я не думаю Что Вы Так Думаете Я думаю Что Вы Человек Который Считает Что Бескоррительная Помощь Это Та Самая Правильная Помощь Тогда Я думаю Что Ваш Директор Разделяет Снение Об этом И помогал Он вам Не для того Чтобы Вы Помогали Ему Поэтому Опять Таки Нужно Понять Что Является Движущей Силой Помощи Вашей Помощи В данном Случае Исключить Вот Методом Исключения Вам Его Жаль Этот метод Убираем Потому Человек Сан Себе Как-то Привел Как И свою Семью На Вас Постоянно Рассчитывают Его Родные Это Губительно Для них Потому Что Вы Все Помогать Не Будете А Когда Директор Выйдет Например На Первое Время У него Тоже Не Будет Работа И Тоже Будете Помогать Следовать Такой Логике И Вообще Люди Приведут К вашей Помощи И Они Не Захотят От Не Отказываться То Задаю Вопрос Не Расслабляете Ли Вы Этих Людей Не Проблема Этот Момент Тоже Раздаем И И Включаем Чтобы Этого Не Был То Чтоб Ваша Деятельность Не Несла Такого Эффекта Дай Спрашиваем Себя Чувствуете Ли Вы Свободны Себя Свободны Когда Помогаете Не Является Либо Для Вас Обязанность Этот Момент Точно И Тоже И Помощь Это Не Обязанность Помощь Ак Доброй воли Это благотворительность, это не обязанность. Это чисто по желанию. И именно потому, что это по желанию, оно не может быть постоянным, оно не может быть все время. И все время, это уже обязанность. А обязанность раздать права. Понимаете, да? Если человек что-то делает на постоянной основе, значит он имеет не только обязанности, но и права. Потому что он не только отдает, но и получает. Особо получает. Ничего. Прямо если вы только отдаете в данном случае, получается истощение. Это истощение в определенный момент родит у вас внутренне непопредственно что-то от людей получить И вы не получите от них Потому что они считают, что вы делаете все это по своей воле, это действительно так И дабы измечать каких-то недопониманий, разочарований и противоречий Лучше все-таки этот момент решить сейчас Пока еще, ну я бы не сказал, что еще не слишком поздно Вы уже довольно давно это делаете, но тем не менее Этот момент тоже решит И вот то, что останется в сухом, оставьте Уже и будет тем самым ответом на ваш вопрос Помогать или нет Надеюсь, я ответил на ваш вопрос подробно Надеюсь, что вы меня хорошо поняли Дальше Вы боитесь, пишите вы, что значит Он обесценит то, что вы делаете Правильно Он может обесценить то, что вы делаете И в том случае, если вы будете делать как свою обязанность Почему? Да правда, человек привыкает к этому Вот человек к этому привыкает К тому, что ему помогают Но, с другой стороны И если все, что вы рассказываете о директоре И правда, то человек это достаточно ответственный Достаточно душевный И который ценит людей Вы помогли ему в трудные минуты Я думаю, что он это оценивает высоко То есть, он помогает в трудные минуты Он оценивает высоко И он в силу своего характера, который вы описали Не обесценит то, что вы для него сделаете Другое дело, что он не проявит реакции Не проведет такой оценки Какой бы вам хотелось Да Это момент, конечно, очень тонкий Потому что, если случится так То у него не будет вас можно, если вас вам благодарить Простите, а какую благодарность вы хотите Вот вы пишите И вы боитесь, что он обесценит то, что вы делаете Значит, вы хотите, чтобы он оценил вас А что такое оценка? Оценка, это своего рода благодатность То есть, вы помогаете ему, да, благодатность Получается Пусть даже вы скажете, что нет Мне просто нужно какое-то вот Ну, духовное, словесное награждение Типа, что я очень многое на него знаю Что-то такое Может, вы скажете так Да, это все правильно Но, все равно, вы чехол тоже сделаете Вы боитесь, что он обесценит А если человек помогает бескорыстно То ему все равно Ему все равно Как на это отреагировать тот, кому он помогает Он помог и все, и все И забыл Для него этого еще нет Это знаете, как, например, вот По улице идешь, да, видишь Ну, например, бездомный человек, да Просят деньги Вот ему дашь мелочь Он может поблагодарить А может что-нибудь плохое сказать Только что мало Так бывает, да Вот Ну, и что? Когда ты решаешь чем-то человеку помочь Ты не думаешь о его благодарности Ты просто делаешь это Делаешь это и все И тебе все равно Благодаря тебя или нет Ты делаешь это для себя Вот и вы простите себя Так же Вы для чего помогаете? Для себя, чтобы вас оценили? Или чтобы ему хорошо было? Если ему хорошо было То вас не волнует всегда Как он оценит, не оценит То, что вы делаете А если вы помогаете для себя То, что вы пытаетесь себе помочь Показать, что вы вот можете Вы вот ценные, вы нужны Но вы и так ценные и нужны Вы и так имеете в зависимости от себя Несколько людей Прогласимые еще добавляют Задайте себе вопрос Для чего вы помогаете? Для кого вы помогаете? Для себя или для него? И тогда в зависимости от этого Будет ясен вопрос обеценивания И если выяснится, что вы помогаете для себя Если вы хотите, чтобы оценили То помогаете не прекратить Прекращать Потому что, скорее всего Как бы он не оценивал то, что вы делаете Вам покажется, что он оценивал недостаток И будет разочарование А разочарование придет в приверку порчи ваших отношений Через этого человека, я думаю, вы не захотите Поэтому вам нужно прояснить для себя Отсаженные моменты И, собственно говоря И, следяя от этого, уже решить Как и чего вы будете делать Как и чего вы будете делать дальше Следующий момент Вы спрашиваете Может мне писать ему Почащую его поддержку Ну, опять-таки Когда вы Поддерживаете человека Вы отдаете свою энергию Вы отдаете частичку себя В этот момент И логично предположить Что если вам не тяжело его поддерживать Если для вас это ничего не значит Если вы не испытываете усталость После того, как поддерживаете его Если вы не чувствуете нагрузку Не чувствуете, что это именно ваш долг Это обязанность Почите часть Но если вы чувствуете, что поддержка На вас влияет негативно То не нужно чувствовать Потому что Таким образом Вы как раз-таки будете вредить Себе А, знаете, будете вредить Вашим близким Своим близким И будете поступать в ущерб Им, помогая другому человеку Ну и Отдельно хочется сказать Что этот человек гордый Если мужчина гордый То частная поддержка Может его уязвить Тут уже и вам Соответственно вопрос Вот вы Писали, что вы Походи Друг на друга Вот Вы оба Синьи Волевые И так далее Вот Быстро очаровывайтесь Быстро разочаровывайтесь Совершенно пренебрегаетесь С семьями И так далее Я думаю, что вы Совершенно гордые люди Да Ну вот как мужчина Гордость Его Подобная поддержка Слишком Плотная поддержка Она Его может просто Само Суизвить Поэтому Я думаю, что И с этой точки зрения Не стоит Значит Ему Писать сейчас Да Он рад Он рад Любой Коммуникации Безусловно Он рад Вашим Письмам Они для него Имеют большое Обначение Но именно Потому что Они редки Опять таки Нет привычки Лучше Качественно Но редко Чем постоянно И без дыши Я думаю Вы со мной С этим Согласитесь Его Великодушие Которое Вот вы Встречаете В письмах Между прочим И есть В средстве Оценки Того Что вы делаете Когда он предлагает Вам пользоваться Своими Разработками Пишет Огромные Труды И так далее Это и есть Это и есть Его Оценка Того Что вы для него Делаете Это и есть Его Благодарность И Вряд ли Он Смотрит От вам Больше По крайней мере Сейчас Так что Если вам Этому Недостаточно Для оценки В данный момент То Еще раз Говорю Помогать Лучше Не стоит Но вопрос Этот Решить Нужно Вам Да Суть Вы Несколько Ясна Но Конкретного Вам Совета Я не дам Потому что Собственно Говоря Это было бы Принятием За вас Вашей Ответственности Дальше Что касаются Разрядки Ну Собственно Говоря Вы знаете Вы пишите Что часто Молитесь Вот Если вы Верите в Бога Настолько Сильно Что Вы Используете Молитву То Боюсь Какие-то Рекомендации Кланные Разрядки Вам Могут Показаться Слишком Хочешь Грешцами Поэтому Я думаю Что Вам Просто Не нужно Дернивать Свои Национальные Порывы Вот Вы Пишите Что Вы Будете Плакать Кричать Заниматься Спортом Вы Знаете Не нужно Бояться Слабой Быть Не нужно Бояться Быть Беспомощным Не нужно Бояться В трудную Минуту Сказать Нет Я не буду Ничего Решать Вот Вы За меня Решайте А я Не буду То есть Основное Направление Которое Можно Отдать Это Иногда Прикладывать Ответственность Для себя На другого Человека Не Нести Ее Но Сейчас Речь Не идет Про Муж Как Такового Сейчас Мы Скорее Говорим Про Ващих Друзей Про Ващих Близких Например Дайте Сыны О вас Позаботятся Или Подругам Что-то Для вас Сделать Или Что-то Решил Просто Позвольте Им Окружить Себя Заботой Просто Сбросьте Всю Ответственность Которую Вы Обычно Чувствуете Сбросьте И Переложите Веду Других Недель На Мужчину Пока Вы Не можете Это Переложить Потому Это Чревато А Вот Столько Сто Верующих Дет Он Нужно Это Сделать И Вы Знаете Отдельно Хочу Сказать Так Что Разрядка Она Для каждого Человек Своя Для Кого Разрядка Это Знаете Пойти В клуб Выпить Танцевать Кричать Во все Горло Песни И Проч Что Для Кого Разрядка Это Медитировать В течение Я Никого Наверное Забраться На диван С ногами Накрыться Одеялом Поставить Чайку Чай И читать Книгу Любимую Книгу Да То есть Тут Вам нужно Самостоятельно Просто Подумать Что бы Вы Еще Хотели Читать Для Себя Делать Вот Читать 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 Для Себя Для Развития Своей Личности Потому Что Рекомендация Только Слушать Своё Серьство Слушать Своей Потребности И Думать О том Что Вам Будет Смираться Он Полагает Что Из-за Веры Что Вы Молитесь Какие-то Моменты Вам Мешают Ну То есть Вера Она Ограничивает Возможные Варианты Разрядки Вот Тем Не менее Предупреждаю Ваши Сразу Что Вам Веха Не Мешает Наоборот Делает Вас Сильнее И Свободнее Я хочу сказать Что Совершенно Так Я Не Говорю Что Вера Что Плохое Наоборот Если Она Помогает То Хорошо Предупрежденно Найти Компромисс Между Верой Да Между Тем Что Господь Запрещает По Вашему Мнению И Тем Что Вы Хотите Например Вот Кому-то Для Шерва Можно Брать Там Есть Любимое Любимое Лакомство Любимое Блюдо Прикат Кого-то Расслабляет Готовка Еды Вам Надо Просто Перепробовать Все Что Есть Ваш Доступ Все Из Раскешений Все Из Действий Причем Таких Действий Да Неответственный И Посмотреть Что Больше Всего Вас Расслабляет А Вот Когда Вы Перечисляете Плакать Кричать Анимацию Спортом Это Как Не Ваши Слова Это Как Вы Знаете Вы Читаете Что Должна Плакать Кричать И Вы Будете Это Делать Можно Заниматься Спортом Фитнесом Вы Будете Заниматься Но Это Если Это Действительно Вас Расслабляет То Да А Если Нет То Нужно Скаж Что Своё Поэтому Будьте Внимательны Не Учирайте Никаких Никаких Ходействий Может быть Плавать Особенно Плавать В бассейне В воде Плавать Не Очень Расслаблять Я Рекомендовало Б Слав Обязательно Вот И Мое Обязание Повышение СПА Комплекса Мне кажется Что В плане Релакция В плане Ухода За собой СПА Комплекс Это Точно Это Максим Вершина Того Что Человек Получить Я Сам Не Практикую Но Знакомые Есть Которые Прямо Восторг С Этого Я Как-то Думаю Что Это Излишнее Но Кто Знает Может Вам Это Будет Вам Это Нравится Спарта Черт Его Для Женщин То Там Вообще Все Делают Для Вас Начиная От того Что Вас Четыре Не Одевают Готовят Вам Еду И Подруг Подруг Ведут От Одного Места К Другому То Все Черт Все Для Вас Все Может Это Поможет Вам Расслабиться Если Вы Конечно Опять Таки Не Вступите В Противоречия Религии Вот Надеюсь На этот Вопрос Я Вам Ответу Далее Далее Вы Пишите Про Идеал Женского Поведения Перечисляете Значит Сверхи Характери Женщин Которых Вы Читаете Идеал Умные Интеллигентные Красивые Сильные Слабые В одно И то же Время Очень Харитматичные И так Далее И вы Спрашиваете Как Женщинам Удаётся Быть Сильным И слабым Для меня Это Самый Главный Вопрос Ну Вообще Так Они Свою Слабость Превращают Силу А Свою Силу Превращают Слабость То Есть Они Не пытаются Коперничать С мужчинами Там Где Мужчина Берёт Грубой Силой Логикой Женщина Берёт Эмоции Эмоциями Там Где Мужчина Берёт Расчётом Женщина Берёт Напором Там Где Мужчина Берёт Страстью Берёт Упорством Да Женщина Берёт Хитростью Эмоция Женщина Она Ведь Зельна С чем Она Мягкая Как Вода Да Вот Мужчина Это огонь А Женщина Это вода Как Вода Она Обтекаема И просачивается В любую щелочку Так вот Женщина В том Чтобы Быть Мягкой Чтобы Не быть Категоричной Быть Гибкой В плане Восприятия Мужчины Ведь чем Грешат Они Грешат Тем Что Воспринимают Окружающий Мир Окружающие Ситуации Как Типовые Давайте Приведем Пример Здесь Андрей Балконский Из Войны И Мир Это Вот Если Меня Память Не Изменяет В общем Балконский Балконский Старший Это Человек Такой Классический Пример Такого Мужчины Каприс Все Принимает Как Типовую Ситуацию Это Очень Узком Мыслящий Человек Да Он Очень Харитматичный Он Авторитарный Он Принимает Свои Недостатки Такими Как Они И Она Ж Тем Самым Принимает Недостатки Других Людей Это Тоже Очень Важно И Вот Благодаря Тому Что Женщина Принимает Недостатки Других Людей И Желания Других Людей Понимает Тоже Она Лучше Находит Общий Язык С Людьми Потому Что Люди Всегда Лучше Всего Договариваются Когда Речь Дет О Чего Они Хотят А Женщина Знает Чего Она Хочет Сама Она Знает И Чего Хотят Другие Поэтому Я Конечно Не Женщина Тут Вот Нужно Понимать Что Я Не Женщина И Наверное Полностью До конца На этот вопрос Вам ответить Не смогу Но Вот В том Что Касается Значит Вот Эти Моих Моментов Да Вы 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 Пытаетесь Сорбервничать С мужчинами На их Поле Вы Пытаетесь Мужчинам Показать Что Вы Такая Что Вы Равная А Этого Делать Не Нужно Потому Это Мужчина Помните Мы С вами Когда Говорили Что Вас Смучивает Когда Вы Начинаете Спорить И Оказывать Вы Оказываетесь В Поле Мужчины То На Его Поле И Вот Там Он Вас Всегда На своем Поле Где Вы Сильный Так Что Действует И Женщина Она Понимает Что В Мире Мужчин А Мир Окружающий Это Мир Мужчин Потому Что Все Дости Ключевые И Все Данимают Мужчины В основном Выход Мир Мужчин Можно Только Через Интуицию Через Тонкое Ощущение Потребности Желаний Слабостей И Так Дальше Быть Как Вода Мягкая Не Реагировать На Споры На Провокации Не На Что Так И Тогда Получается Что Мужчина Вот Вы Говорите Что Эти Женщины Сильные А Мужчина Их Обожгла Почему Потому Что Женщина Умеет Своего Мужчину Направить Так Что Он Думает Что Это Он Все Делает А Не Она Не Женщина Вот Это Истинная Женская Мудрость Направлять Своему Мужчину Так Думаю Вопрос Куда Дет Вашу Волю Будет Сказать Так Что Воля Направляет Весь На Акцент Внимание На Желания И Слабости Своих На Приятность Желания И Слабости Других Людей На Понимание Того Чего Эти Люди Хотят И На Подачу Информации Так Что Это Отмечает Желания Людей Ничто Так Не Располагает Людей Как Осознание Что Кто То Заботится О Том Чего Они Хотят Внушить Человеку Что То Что Вы Предлагаете Отмечает Его Желания В Лучшей Сепени Чем Точнее Чем Точно Хочет Он И Будет Направлением Для Вашей Воды Понимаю Может быть Слишком Слошно То Что Я Говорю Может быть Слишком Оторвано От Реальности То Что Я Говорю Но И Вы Задаете Здесь Вопрос О Том Как Стать Идеальной Женщиной Той Которую Вы Обращали Ведь Не дарим Их Всего Четыре Пять Человек Таких Людей Очень Мало И Если Бы Каждый Из Нас Знал Все Таки Алгоритм Как Стать Идеальным Человеком Например Я Бы Знал Как Стать Идеальным Мужиной Да Вы Бы Знали Как Стать Идеальной Женщиной То Наверное Все Бы Тогда Были Только Идеальными И Люди Были Были Одинаковыми А поскольку Единого Какого-то Решения Нет Единого Алгоритма Нет Процесс В большей степени Творческий И Во многом Он Происпекает Из Унутренних Предрасположенностей Человека Да То Нельзя Однозначно Сказать Как Удается Быть Одновременно И сильным И слабым Человеком И женщиной Ну какие-то Моменты Я вам Сказал Надеюсь Это Понятно Если Вы Хотите Спросить Что-то По поводу Этого Вопроса Я думаю Что вы Хотите Спросить Хотите Спрашивайте Я постараюсь Вам ответить Еще раз Повторю То что В данном Случа О средствах Не думайте Дополнительные Вопросы Я отвечу Вам Просто так Безглад Следующий Момент Который Мне бы Хотелось С вами Обсудить Он Значит Заключается Вот В чем Одну Пожалуйста Секундочку Я Сейчас Так Напомню Себе О чем Говорить Значит Вот Вы Здесь Говорите Про Своего Супруга Про Своего Музя О том Что Значит Ваш Мужина Он Такой Несчастный Весь Значит Что Он У вас Ну Собственно Как Вам Сделать Так Чтобы Мужина Начал За собой Следить И Вообще Говоря Этот вопрос Слезает Самым Слойным Потому Потому Что Вы Знаете Ваш Мужина Он С одной Стороны Вроде Бы Как Понимает Что Он Действительно Очень Сильно От вас Зависит С другой Стороны Когда Он От вас Зависит Он Впадает В Зависимость От вас И Вот Этот Факт Факт Того Что Он Зависит От вас Его Унижает И Он И так Зависит Вашем Совете Вашей Помощи Вашей Поддержке И так далее А Еще И вы Говорите Ему О том Что Он Должен За собой Следить Он Должен Что-то Делать Лечиться Правильно Питаться И так далее Естественно Он Не хочет И В данном Случае Мужина Ведет Себя Как Ребенок Как Большой Так Взрослых Ребенок И Вам Здесь Бесповерно Опять-таки С ним Разговаривать Бесповерно Ему Что-то Говорить Бесповерно Ему Пытаться Что-то Донести И Этот Человек Не Хочет Он Не Будет Этого Делать Что Можно По факту Вам Приглашить В Этой Ситуации В Этой Ситуации Можно Сделать Только Одно Значит А Вот он Не хочет Допустим За собой Следить Берете И Лишаете Какой-то Части Его Своей Помощи Какой-то Части Того Что Вы Для Него Делаете Говорите Не хочет Лениться Хорошо Ну Я Тогда Не Буду Хотеть Делать Что-то Для Тебя Против Своего Ну А зачем Мне Это Не Очень Приятно Мне Не Очень Приятно Что-то Делать Делать Сам Или Вообще Не Получ Дайте Ему Показать Дайте Ему Что его действия Его желания Нежелания Они Принесут Последствия Выше Пока Ну Кроме Интимной Стороны Просто Напосло Ведет Себя С ним Как Мама Вот Как Мама Вы ему Говорите Давай Пойди Получиться Давай Там Что-то И Давай Худей Давай И Что-то И Все И Больше Кроме Слов Вы Ему Ничего Не Даете А Это Очень Клохо Потому Что У Человека Нет Стимула Меняться Стимул Меняться Только В том Случае Нет Если Вы Действительно Чего-то Человеку Лишаете Если Если Чего-то Человеку Не Даете Если Вы Угрожаете Чем-то Или Человек Видит Что Его Действия Его Поведение Его Поступки Они Как-то Имеют Какую-то Негативную Сторону Негативный Эффект И Именно В этом Направлении Я Предлагаю Вам Двигаться То есть Подумать Что Можно Человеку Противопоставить В ответ На его Бездействие Вот Он Пассивный И Вы Пассивны Ну Почему Если Вы Хотите Значит Если Вы Не Хотите Чего-то Делать Если Вы Не Желаете Чего-то Делать Но Делаете А Он Этого Не Делает Если Он Может Себе Этого Позволить То Почему Вы Этого Подсолить Себе Не Поможете И Да Будет Какой-то Негатив В Отношении Него Будет Какой-то Ну Неприятный Эффект Он Будет Чувствовать Что Вы Его В чем-то Ужимаете И Прижимаете Ну Хорошо Смотрите Какая Исправляться Вы Приезжали Он Начал Что-то Делать Ну Логично Предположить Что Если Вы Приснете Его Еще Он И А Своё Здоровье Начнет Беспокоиться Видите Человек Мусульманин Такой Вот Ну Татарин Да Он Достаточно Все-таки Склонен К тому Чтобы Быть Лидером Чтобы Быть Сильным Чтобы Кажаться Сильным А Сильный Человек Ну Он Он Не Не Может Болеть Он Ж Не Может Собственно Говоря Как-то Проявлять Слабость Вот И Он Не Может Признать Что Ему Нужно Лечение Потому Что Тогда Это Будет Остан Чувствовать Что Он Действительно Болен Он Действительно Делает Что Неправильно А Для Него Это Унивительно Потому Соня Так Много От Важно Действительно Признаваться В том Что Он Еще Что Делает Неправильно Ну Это Уже Видимо Пока Это Вышли Его Годости Но Человека К этому Нужно Подводить Постепенно И Подводить Только Через Неполучение Ним Того Чего Он Может Если Его Не Волнует Особо Сторона Секса Хорошо Значит Что-то Другое Найдем Важное Для него Тут Только Нужно Подумать Подумать И Постепенно Это У него Забирать Все И Тогда Уже Тогда Уже У него Будет Выбор Либо Он Будет Унизенным И Не Получать Не Будет Получать Того Что Ему Нужно От Вас Либо Он Все Так Сделает То Что Для Него Полезно Это Вы Знаете Такой Вот Взрослый Поступок Взрослого Ребенка Но Только Так Можно Его Направить Смотрим Мужчина У вас Достаточно Упрям Ставя Вы Задаете Вопрос Могут Ли Быть Наши Поцелуи Если Отношения Связаны Любовью Вы Спрашиваете Почему Мужчина Вас Не Силует Говорят Что Он Не Умеет На самом деле Если Объективно То Такое Действительно Бывает Такое Случается Что Некоторые Мужчины Не Силуются И Женщины В принципе Тоже Я Вот На Момент За Свою Шесть Такое Два Или Три Раз Слышал Ну Вот Не Любит Человек Силоваться Вот Как То У Него На Каком Беда Это Вот Вызвало Оторжение Может Это Комплекс Может Что То Еще Ну Вот Не Силуются Не Придает Человек Значение Подобным Служим Ну И Все Это Его Особенно Если Во всем Другом Он Проявляет К вам Любовь Работу Ласку Тепло Достаточно Удач Что он вас Любит А Поцелуй Ну Что Поцелуй Это Поступок Это Поведенческая Такая Реакция Которая Во многом Кстати Говоря Обусловлена Традиция Обусловлена Устоями Ну И Вот Ваш Мужчина Как У Особенно Он Не Целует Еще Раз Говорю Поцелуй Это Не Отношения Отношения В целом Это Совокупность Поведений Совокупность Поступков Совокупность Действий И Если Вы Видите Что По Совокупности Мужчина Относится К вам Как Любимой Женщины То Это Одно Шаг Только То Что Он Вас Любит В данном Случае Вам Осталось Только Принято Человек Вас Нажит Ну Человек Не Будет Вас Целовать К К Желению Объективно Ситуация Такова Что Вот Знаете Знаете Как Вот Например Вы Считаете Что Как Ну Если Мужчина Если Человек Позиционирует Себя Как Мужчина Да Создает Шивот Он Обязательно Допустим Откроет Дверь Перед Женщиной А Человек Не Открывает Почему Потому Потому Приучит Почему Потому Потому Что У него Рассказывается Его Взрастление Нет Такого Восприятия Этого Поведения Этого Поступка Как Обязательного Для Того Чтобы Вести Себя Женщиной Он Этому Не Предает Значение Так И Дерь Мужчина Не Предает Значение Поцелую То Будучи Адетом Традиционной Логики Не Понимают Почему Вы Считаете Что Он Вас Не Любит Если Вы Его Не Целуете Просто Попробуйте Поставить Женщина На Его Место И Представьте Себе Что Поцелуй Вдруг Вы И И И Включайте Ну Вообще Просто Включайте Из Своих Поведенческих Наборов Нет У вас Всего Поцелуй И Что Вы Меньше Любите Человек Врядно Просто Вы Не Делаете Чего То Вы Не Проявляете Свои Эмоции Таким Обратом Но Найдете Другую Возможность Как Проявить Поэтому Не Стоит Акцентировать Внимание Именно На Поцелуи Не Стоит Потому Что Может Мужин Правда Не Умеет Может Не Хочет Может Какое Негативное Обстоятельство У него Спрашиваешь С Этим Тут Момент Такой Что Он Не Считает Это Важным Он Не Считает Это Действительно Таким Что Стоит Внимание И Поскольку Это Действительно Частность То Вы Если Своего Мужину Любите Вы Это Примите В нем Но А Если Нет То Это Ваш Выпор Тем Не Менее Думаю Что Слава Представляет Заставить Человека Делать То Что Он Не Хочет Что Для Него Не Является Значимым Следующий Вопрос Который Вы Задаете Это Значит Ну Вы Тут Спрашиваете Про Директора Говорите Друзь Б Это Или Что Больше Вы Не Можете Понять Этого И Правильно Вы Не Поймете Пока Он Не Выйдет И Вас Не Будет Возможно Встретиться Лицом К лицу Наедине И Поговорить Далее Вы Спрашиваете Где Гарантия Что Следующего Моего Мужчину Лидера Будет Амус Другой 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 Берет Как Мальчика Того Которого Убили И Собственно Говоря Директора Который Ушел От вас Вдалево Писше Что Исходя От моих Словских Неординарные Люди Име Наибольший Риск Попасть В Такие Ситуации Фактически Если Совсем Углубиться Счастье Таким Человеком Может быть Огромным Но Красковременным Другим Самым Убийственным Для меня А вот Вы знаете Нет никакой Гарантии Нет никакой Гарантии Что Жизнь Уберется Потому что Вы правы Неординарный Человек Всегда Стоит Как бы Впереди На фронте На передовой На мангарде А там Наибольший Риск Наибольший Риск И жизнь Поплотиться И Здоровье Чем ты Ишил Поэтому Нет Никакой Гарантии Что У вас Наберет Жизнь Если Вы Как бы Притягиваете К себе Людей Если Вы Симпатизируете Людям Сильным Любим Амбициозным То нет Ничего Удивительного В том Что иногда Свои Амбиции Им приходится Платить Вы Привели В пример Ситуацию Что Мальчиков Вы Начали Любить Только За 2 Месяца До Его Ухода В армию То есть Когда По сути Вы Подчеркнулись Мостик Его Патрия И Директором Такая ситуация Варнику Я вам на это Скажу Так Что У человека Есть Внутреннее Восприятие Того Как Протекает Естественно Или лучше Сказать Штатное Развитие Отношений Отношений То есть В обычной Жизни При Нормальных Условиях Отношения Развиваются Как Не торопливо Не спеша И так далее Ну вот Вы узнаете Что Например Молодой человек Мальчик Он уходит В армию Вы понимаете Что внезапно Всего вот этого Не будет Вот Вы представляете Что этого всего Не будет И тут же Начинает этим Дорожить Потому и Влюбляет Соответственно Директор Ну С электором Здесь ситуация Такого Что Вы ведь Не знали Что Его Посадок Да Знали Что есть Какая-то Опасность Но Именно Что Посадок Не знали Просто У вас Появилось Ощущение Что Вы Видите Его Посадок В основных Откраски Во мне Это Число Десять Это То Самое Когда Работают Интуиция Как Работают Интуиция Интуиция Работает Через Принятие На основании Часть У вас Есть Какая-то Часть Ситуации И Мы Сразу На основании Этой Части Ситуации Нарисовали Себе Целую Ситуацию Целую Ситуацию И На нее Опираетесь На Целую Ситуацию И так Работает Интуиция И 50 на 50 Процентов Что Вы Могли Ошибиться Здесь То есть В данном Случа Вы Огромали Справа Это Действительно Произошло Но Как Никто не даст Гарантии Что Жизнь Следующего Мужчина У вас Не отберет Так Никто не даст Гарантии Что У вас Жизнь Его Отберет Может быть И не отберет А может быть Отберет И Вероятность Этого Ровно Существует На самом Денье Потому Что Например Со Своим Мужем Вы Живете Уже Давно И Его У вас Ни Кто Не отберет Пока Пока Поэтому Я думаю Что Если Говорить о Человеческих Отношениях Вообще То Нельзя Сказать Что В них Можно Что-то Гарантировать Человеческие Вы хотите Гарантии То Вам Надо Искать Мужину Который Ничего Не хочет Никуда Не стремится Не развивается Никак Ничего Вряд ли Таким Мужином Будет Жизнь Существование Но Неживень Поэтому Решать Вам Если Вы Хотите Гарантии Выбирайте Соответствующего Человека Гарантии Если Вы хотите Чтобы Человек Узывал У вас Истинную Симпатию Истинное Истинное Желание Вам Необходимо Доставить Приоритет Все Гарантии Или Свои Личные Желания Кто-то Отдает Предпочтение Стабильности Это Его Выбор А Что-то Дает Предпочтение Риску Ради Того Чтобы Именно Жить А не Все Что-то Свою Жить Например Вы Можете Вообще Перестать К Директору Относиться Кстати Мы Сейчас Про директор Еще Поговорим Представь Директору Относиться Как К Своему Пастеру И Мужину Хотя К Не Относитесь Ну И Тем Самом Вы Сделаете Шаг В сторону Стабильности Потому Там Где Стабильно Редко Бывают Место Чувствов Чувствов Конечно Есть Но Не Такие Сильные Как Там Директор Стабильности Нет И Что Вы Выдавите Еще раз Повторю Решат Вам Дальше Вы Рассказываете Про Жену Директора Как Она Себя Вела И В общем То Что Она Делала То Как Она Себя Профессионировала Это Конечно Ну Откровенное Использование Вас То есть Я Не знаю Как Можно Более Откровенно Использовать И Вас И Директор И Все Но По Какой Причине Директор Знаете Как Любой Очень Сильный Мужчина Сильный Волевой Но При этом У Он Ислам Это Женщина Чем Она Его Зацепила Что Он От Ее Имени Говорит И Выписался Как Вась Рук Т То То есть Понятно Что Она На него Оказывает Давление Она Знает Что Он Предлагает Вам Свои Проекты Он Общает С Вами На Многие Тем Что Он Вообще Очень Хорошо И Она Не Может Не Опасаться На Своё Будущее Потому Что Он Ей Она Верит Что Когда Он Вновь Будет На Коне Он Вновь Будет Добиваться Новых Вершин Я Наверяю Что Он Вновь Вновь Заблескает И Поэтому Она Видит Что Вы Очень Много Делает И Она Вам Указывает Вами Как Помыкает Помыкает Именно Для того Чтобы Показывать Себе Где Вы А Где Она И Что Вы Это Прислуга Для Её И Естественно Она Видит У Вас Соперницу Она Как и любая женщина Интуитивно Чувствует Что Угроза Для Ее Это Действительно Так Но И На Музе Она Влияние Тоже Имеет Учитель Я не знаю Что И Вы Наверное Не знаете Как И Как И Если Он Выйдет Допустим Из Тюрьмы И Ничего не будет Делать Это Другой Вопрос Дальше Вот Непосредственно То Что Он От Имени Жены Говорит Скорее Свидетельствует О том Что Она Ему Что 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 Сказала Ему Про Вас Представила Вас В каком-то Негативном Свете Ну Или Может Сплетни Это Раскранило То Что Он Ей Не Поверил Может Быть Но Сила того Что Ему Сейчас Тяжело И На Находится Как Б В Тяжело Исторично В изоляции Все Таки Это Какое-то Влияние На него Оказало И Видно Что Он Хочет Ей Хочет Верить В То Что Вы Хороший Человек Тот Который Он Вас Видит Но Она Говорит Совсем другое То Кем Она Вас Видит И Вот То Кем Она Вас Видит Для Мужчины В силу того Что Может Они По Телефону И Не Нужно Думать Что Это Его Мнение Не Нужно Думать Что Она Вдруг Стала Ему Близь Она Надавила На Его Какие-то Слабые Моменты Слабые Стороны Вы Пишите Что Он С другом Начинать Вопрос Кем Он Вас Считает И Готовы Ли Вы Быть Той Кем Он Вас Считает И Готовы Ли Вы Быть Кем Считает Вы Директора Воспринимаете В качестве Очень Очень Яркого Образа То есть Вот Он Вам Помогал Он Что Для Вас Директора В Он И Что Схожее С И Вы Через Него Пытаетесь Вину Загладить Он Можете Считать Что Это Из-за Вас Он Погиб Глубные Дыши Вините Себя Зато Что Что С С С Вину В В любом Случае Так Это Все Или Станет Понятно Прошу прощения Тогда Когда Он Выйдет А Пока Пускай Это Все слова Главное Сум Главное Вот Он Не Хочет Смол Потерять Там Одна Одна Из-за Массаж Та И Она И Он Ваш Друг Но Пройдет Время Он Выйдет Почувствует Самостоятельность Почувствует Силу Тогда Неизвестно Как Он Будет Относиться До тех Пор До тех Пор Пока Собственно Собственно Говоря Он Не Нужно Принимать Каких-то Решений И Ставить Какую-то Точку На Отношениях С ним Вы Сейчас Ведете По сути Виртуальные Отношения Отношения По Переписке Они Как Известно Очень Много Дорисовываются Вопражением Дорисовываются Согнанием И Поэтому Очень Много Вашего Личного Эмоционального Субъективного Субъективного Плюс Еще Будем Счет Несколько Гладко И Вы Ненуждаетесь В Мужине И Вы Даже Тесно Пич Называете Бредом Вы Понимаете Это Не Принимаете Счет Никаких Решений Подождите Пока Это Завершится Пока Он выйдет Тогда Вы Можете Поговорить Когда Вам все станет ясно Может быть Тогда Мы Эту Ситуацию Еще раз Разберем Уже На основании Того Что Он От вас Уходит Но Я думаю Что Мужина Директор Обязательно Вам Как Сильным Болевым Людям Если Вы Хотите Быть С ним То Ладно Что Мужина Директор Будет С вами И Думаю Что Сами Себя Спросите А Вы Сами Не хотите Быть На позиции Любовницы Вот На этот вопрос Вам И Ответ И Тогда В зависимости От Ответа На вопрос Вам Их Будет Понятно Как Вы Его Видите Потому что Позиция Любовника Любовницы Вас Не устраивает А Как Какие еще Варианты Есть Какие есть еще Варианты А Варианты Вы Сами знаете Какие есть Прекрасные И Возникает вопрос А Вы Этот вариант Вообще Хотите Как то Вы Этот вариант Воспринимаете Как Что-то Реальное Или Или Нет Потому что Если Нет То И Говорить Тогда Не о чем А если Да Если Так Вы Воспринимаете Реально Вариант Что Вы Действительно С ним В отношениях Что Тогда Нужно Делать Какие-то Концентные Шаги И Поскольку Вы Предыдущие отношения В таком случае Разрываете Не ради Его Не ради Мужины А ради Себя Самой Это Надо сказать Что И от мужа Вы уходите Ради Себя Самой И Пока Вы Не будете Готовы Уйти от мужа Ради Себя Самой И Пока Вы Не будете Готовы Уйти от мужа Ради Себя Самой Ну Нечего Мощь надоел Допустим Эффекты Вы не получаете И любви Не получаете И не служит Вас И еще что-то Ну и Соответственно Другой мужчина Вам это все дает Отлично То есть Вы уходите Не ради себя Не потому что Вы считаете Что все Именно с вашим мужем Все закончилось А потому что Другой мужчина Вам дает То, что вам нужно И получается Независимость От потребностей В которых Вы нуждаете А это всегда Чревато Неравноправным Положением Неравноправным Так сказать Отношением Друг к другу Где мужчина Выступает Историтником Ваших потребностей А вы Приемником И Это не есть Хорошо для вас Поэтому Еще раз Повторю Что Я понимаю Вашу симпатию Директору Я понимаю Что Вы Хотели бы С ним Быть вместе Ну как Хотели бы Есть Такая Мечта Быть вместе Я понимаю Но Но Еще раз Повторю Когда люди Из одних Отношений Справа Выходят в другие Хорошие Но это Заканчивается Редко Осознанно Заканчиваем В первые отношения Какое-то Время Пребываем В одиночестве И Потом Вступаем в новые В новые отношения Вступаем Как Равноправные Как Независимые Паттеры И только Тогда Он и надеется На то Что Все Будет хорошо Что все Получится Что Отношения Будут Успешными Отношения Будут Здоровыми Отношения Будут Плодотворными И Продуктивными На этом Я думаю Можно Закончить Что Я хотел бы Сказать В конце Это То Что Вам Возможно Закончится Задать Какой-то Вопросы Какие-то Которые Вот Возникли По ходу Давайте Их Не считайте Что Я уже сказал Что Вы можете Это сделать Без Какой-либо Дополнительной Плапы Я Вам помогу Потому что Понимаю Что Много Всего Было сказано И Что-то Что-то Может быть Вам Непонятно Что-то Главное Говорите Чтобы Ничего не Осталось За кадром И за кулисами На этом Все Ирина Надеюсь Я помог Вам Удачи Удачи